Здравствуйте! Тема урока «Химические свойства бензола и его гомологов». Сегодня на уроке вы научитесь составлять реакции присоединения, характерные для бензола и его гомологов, объяснять механизм реакции нитрования и галогенирования бензола, объяснять важность реакции бензола для синтеза органических соединений, объяснять взаимное влияние атомов в молекуле талола. Физические свойства бензола. Бензол – бесцветная жидкость со своеобразным запахом, не растворяется в воде, но хорошо смешивается с неполярными органическими растворителями. Температура кипения – 80 градусов по Цельсию. Температура плавления – 5,5 градусов по Цельсию. Плотность бензола – 0,88 грамм на сантиметр кубический. Бензол токсичен. Предельно допустимая концентрация – 5 миллиграмм на кубический метр. Смертельная концентрация в крови – 0,9 миллиграмм на литр. Химические свойства бензола определяются строением его молекулы. Образование сопряженной Пи-электронной системы сопровождается выделением 150 кДж энергии. Это энергия стабилизации, благодаря которой ароматическая система обладает повышенной устойчивостью. Химические свойства бензола. Бензол и его гомологи могут вступать в реакции присоединения, замещения и окисления. Реакции присоединения. Бензол трудно вступает в реакции присоединения. Первая реакция – гидрирование. При гидрировании бензол в присутствии катализатора, температуры и определенного давления присоединяет 3 молекулы водорода. В результате реакции образуется циклогексан. Молекулярное уравнение реакции. Циклогексан. Производство циклогексана является жизненно важным для получения других продуктов органических веществ в качестве органического синтеза и растворителя. Гидрирование талола. Гидрирование талола происходит в присутствии никеля, как катализатора, при температуре 200 градусов по Цельсию. Талол также присоединяет 3 молекулы водорода. В результате реакции образуется метилциклогексан. Метилциклогексан – легко воспламеняющаяся жидкость, токсичный, при попадании вовнутрь организма смертельно опасен. Метилциклогексан является опасным для водной флоры и фауны. Второй тип реакции присоединения – галогенирование. Галогенирование бензола происходит под действием ультрафиолетового света. Бензол присоединяет 3 молекулы хлора. В результате реакции образуется гексохлорциклогексан или же гексохлоран. Обратите внимание на уравнение реакции. Гексохлорциклогексан – инсектицид. Используется в том числе в смесях с другими активными компонентами в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми и вредителями запасов. Реакции замещения. Галогенирование. Галогенирование бензола происходит в присутствии катализатора феррумхлор-3 или феррумбром-3 при нагревании. Также в качестве катализатора можно использовать железные опилки. Тогда катализатор образуется внутри системы. В результате галогенирования замещается один атом водорода. И образуется галогенозамещенное соединение бензола и бромоводород. В данном случае у нас образовался бромбензол. Реакции нитрования. При действии на бензол, концентрированных серной и азотной кислоты, что образует нитрующую смесь, при температуре 50 градусов образуется тяжелая желтоватая жидкость с запахом горького миндаля. Нитробензол. Нитробензол используется в фармацевтическом производстве. Нитробензол используется для изготовления лакокрасочной продукции. Влияние метильного радикала на бензольное кольцо. Метильный радикал CH3 втягивается в бензольное кольцо и увеличивает электронную плотность в орто- и пароположениях. Это обуславливает большую подвижность атомов водорода в этих местах. И они легко замещаются различными заместителями. Положение 2, 4, 6. Нитрование талола. Талол вступает в реакцию с азотной кислотой. В результате реакции образуются 2, 4, 6, 3-нитроталол или тротил. Тротил используется при взрывных работах, при прокладке туннелей, шахт, метро. Реакции окисления. Бензол не окисляется под действием сильных окислителей. Например, калий-марганз-О4 или калий-2-хром-2-О7. Талол в отличие от бензола окисляется в мягких условиях, обесцвечивает подкисленный раствор перманганата калия при нагревании. В результате реакции образуется бензойная кислота. В талоле окисляется не бензольное кольцо, а метильный радикал, что и приводит к образованию бензойной кислоты. Реакция горения. Бензол плюс 15 молекул кислорода. В результате реакции образуется 12 молекул углекислого газа и 6 молекул воды. Эта реакция широко используется в двигателях внутреннего сгорания, так как бензол – ценная добавка к моторному топливу. При горении бензола образуется сильно коптящее пламя. Реакция полимеризации. Стерол. При полимеризации образует полистерол – заменитель стекла. Также его называют оргстекло – прозрачный, устойчивый к действию кислот и щелочей. Из полистерола посмотрите, какие можно получить продукты. Применение бензола. Бензол является сырьем для органического синтеза. Из бензола можно получить талуол – растворитель, как добавка к моторному топливу. Из бензола можно получить нитробензол, который используется в фармацевтической промышленности. Из бензола можно получить синтетическое волокно лавсан. Полиэфиры, синтетические смолы, полистерол. Бензол – это хороший растворитель. Перейдем к выполнению заданий. Первое задание. В каком количестве потребуется водород для гидрирования одного моля бензола до цикла гексана? Необходимое количество водорода, которое потребуется для гидрирования бензола – 3 моль. Уравнение реакции С6H6 плюс 3H2 образуется С6H12. Задание 2. Какая из реакций бензола относится к реакциям замещения? Реакция нитрования относится к реакциям замещения С6H6 плюс HNO3. В результате реакции образуется С6H5NO2 нитробензол плюс вода. Задание 3. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции. Уравнение А относится цифра 2 – реакция взаимодействия талуола с азотной кислотой. Уравнение В – это реакция бронирования бензола. К нему относится цифра 3. Реакция гидрирования С6H6 плюс 3H2 к нему относится цифра 1. Результатом реакции является образование циклогексана. Подведем итоги урока. Вы узнали, что бензол и его гомологи могут вступать в реакции присоединения, замещения и окисления. В присутствии катализаторов при высоком давлении и при нагревании бензол присоединяет водород. Выяснили, что бензол и его гомологи легче вступают в реакции замещения, чем алканы. Они могут реагировать с галогенами, азотной кислотой и другими веществами. Все арены, кроме бензола, окисляются сильными окислителями. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин